Всем привет дорогие друзья, вы на канале AlexPlay, это видео по игре BuzzDriver Simulator. Сегодня у меня будет обзор нового DLC, окрестности Мурома. Оно появилось буквально неделю назад, ну и давайте уже приступим к обзору. В общем, нажимаем играть, карьера. Так, и вот у нас новое DLC, окрестности Мурома. Вот так вот оно у нас выглядит. Есть летний вариант и, соответственно, зимний вариант. Ну, пока что опробуем летний вариант. Так, ручная коробка, так, вот так вот, всё. Загружается у нас игра. Так, сейчас попробуем выбрать какой-нибудь автобус, возможно, маршрут. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Так, посмотрим, какие у нас автобусы здесь есть. Давненько не заходил в эту игру. Так, по-моему, я не могу вот этот вот выбрать, допустим, да? Ага, да, у меня бабок типа нет. Есть у меня DLS, вот эти вот DLS-ки. Пасс я могу взять. Вот этот я не могу взять почему-то. Вот так, что такие вот у нас автобусы. В общем, здесь надо нам бабки заработать, чтобы у нас была возможность купить вот эти вот автобусы. Хотя бы один. Так, вот у нас есть Икарус. Есть у нас ЛАЗ. Что тут у нас? Даже вот эта вот маршруточка у нас заблочена, да? Слушайте, ну давайте я возьму, наверное, вот эту вот маршруточку. Вот. И на ней сейчас поезжу. Или, может быть, пазика взять? Давайте попробуем. Давайте лучше пазика возьмем, так и быть уже. Выбираем. Так, и смотрим маршруты. Ох, нихрена себе. Не, я помню, вот это тут старый город был. Серпухов. Как-то под Москвой. Вот там карта была очень маленькая. Так, это у нас первый маршрут. Это у нас второй маршрут. Ни хрена себе. Третий маршрут. Самый такой маленький, да? Короткий. Всего лишь две точки, я смотрю. Автовокзал. Ну, то есть, смотрите, можно поехать от автовокзала. И что? От автовокзала вот можно сюда поехать. Ну, солидно, солидно. Больше территории, чем на стандартной карте. Так, ну давайте я возьму вот этот тут. Короткий маршрут, да? Выбираем маршрут. Ну, за 7 минут, в принципе, в теории можно даже доехать. Так, выбираем рулевое управление. Так, тише, тише. О, все нормально. Так, а как здесь управлять камерой? Я чуть уже подзабыл. Как здесь мне отодвинуться? Можно же отодвинуться как-то? Нельзя. Или здесь, или просто здесь нельзя было отодвигаться. Уже, честно, я не помню. Так, ну что, давайте будем заводиться, что ли. Так, включаем первую передачу. Как тут это все у нас сделал? Ручник где-то у нас там. А, я понял все. Так. Так, ковардица один. Макаровка один. Так, поворотники работают. Отлично. Фары вроде бы тоже работают. Что-то у нас еще есть аварийка. Да, ну, тут все надо настраивать. Так, подождите. А как мне посмотреть налево? Блин, так чуть неудобно, конечно. Какая-то семерка едет, да? Или пятерка? Все, выехали. Так, а куда же мне ехать-то надо, а? Что-то я не могу понять. Где наша карта? А, вон наша отправная точка, я так понимаю, да? Самая первая остановка. 16.04 у нас, кстати, времени. Ну, кстати, да. Вот они чуть-чуть изменили игру. Были какие-то обновления, выходили осенние. Я, кстати, не заходил в эту игру. Вот, и чуть-чуть, да, игра улучшилась. Так, подождите, а где, 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 куда мне ехать-то надо, а? Что-то я могу понять. Вот эти? Нет, не вот эти. А тут? Да, вот. Это место. Так, нейтралочка есть. Все отлично. Как тут дверь открывать? А, я понял. Заходят у нас люди. И пожарники, и все, кто... И все, кто хочешь. Блин, вот эта вот херня, надо сейчас ее настроить. Так, ну, вроде бы все сели. Так, ну что, продолжаем наше движение. Сейчас будем выезжать. Да, зеркала, конечно, такие сели. Ничего не скажешь, конечно. Чуть непонятка. Все, вырубаем этот поворотник. Так, нам же как-то надо активировать эту карту минимальную. И, кстати, видите, какая здесь карта? Ну, довольно-таки большая карта, да, в сравнении с дефолтной, скажем так, с Серпуховской. Или с Серпуховской. Не знаю, как правильно. Поправьте, пожалуйста. Так, теперь сюда. Потом... Так, значит, подождите, я что? Прямо? Прямо? Потом направо. Потом еще раз направо. В общем, все понятно. Ну, как изначально писалось, что в основном будут загородные маршруты какие-то. То есть, по городу мы тут вряд ли будем кататься. Там, разве что, то в центре, то автовокзал единственный, мне кажется, вариант. С населением 100 тысяч человек. Такой вот поселок городского типа. Один из древнейших городов России было написано. Город Муром. Ну, слушайте, растительность довольно-таки нормальная. То есть, все четко, как по мне. А небо очень красивое. Блин, так давно не играл в эту игру, что прям... Что-то прям даже не знаю. Ну, вот, кстати, FPS у нас что, в районе 50-ки держится. 50. Ну, это в 2К разрешение. Ну, это учитывая то, что у меня... Еще шуток. i5-9400F RTX 2060. Супер. Поэтому в 2К выдает на ультрах 50-ки. Ну, видите, он значение 50 FPS. Кстати, оно почему-то такое чуть даже размытое, мне кажется. Или это мне так кажется? Так, подождите, я направо сейчас, да, поворачиваю? А, прямо-прямо, блин, а я же забыл вообще. Ёлки-палки. Блин, очень неудобно, очень так неудобно. Подождите, мне же можно сделать угол обзора чуть-чуть больше. 72, по-моему, да, у нас вообще. Отображать FPS в виде... О, вот. Подождите, а как? 90 градусов, да? Знаете, 80. Давайте 90 градусов, да. По-моему, вот это вот самое то. Вот 90 градусов, это самое то. Я что-то забыл про это. У меня 72 стояло по дефолту. О! Во! Ну, теперь-то лучше. Намного лучше. Отлично. А то вообще едем, как я не знаю. Так, подождите, а как это? Подожди, а что у меня не работают? Повороты направо-налево. А, мне нет обзора. Блин, тоже не настроено, капец. Ну, ладно. Мышки можно, в принципе, вот так водить. Ну, в принципе, нам-то особо не надо куда-то смотреть. Да, ну, видите, какой у меня FPS. Что-то там 50, 54, 48 и такое-то. В районе 50 держится. Так, у нас до 16.10 время еще есть. Нам надо поторпиться, я так понимаю, да? Потом направо, потом еще раз направо. Ну, карта один к одному. Карта один к одному. Я так понимаю. Вон, впереди еще один пазик едет. Но, я так понимаю, это вся такая карта. О, боже, что у нас здесь? Как-то текстурки играются или что ли? Кому так кажется, что ли? Текстурки что-то играются. Видите, вот, если так посмотреть. Даже не знаю, что это такое, честно говоря. ХЗ. Так, направо, честно говоря, уходить. Не, ну, игрушка реально классная. Вот, реально классная игрушка. Жаль, конечно, что моды под эту игрушку не выпускаются. Было бы реально круто кататься с модами. ДЛС есть, но, как бы, что там тех ДЛС. О, какой-то поселок. Макаровка. А, Макаровка. Макаровка один, Макаровка два, соответственно. Вот. Так, ну, я тут вроде уложился, да? Вроде как-то. Так, выходит, соответственно, и заходят новые пассажиры. Не, ну, как пассажиры как были, так и остались. Кстати, новые персонажи, я смотрю, добавились. Или это мне кажется так? Все, дверь закрываем. И будем потихонечку вылечивать. Ох, ни хрена себе, там зомбаки ходят. Гляньте, гляньте, гляньте. Там дорогу какие-то зомбаки перебивают. А, или это пьяный какой-то, да? Гляньте. Это пьяная баба. Офигеть. Ну, это Россия, в принципе. Мне, ну, слушайте, очень красиво здесь сделано. Гляньте, какая территория обалденная. Кстати, угол обзора 90 градусов, видите, вот как-то. Так, мне сейчас здесь направо поворачивать, да, надо или что? Я уже просто не помню. Да, направо. Ну, в принципе, это финальная точка будет наша. Очень красиво здесь, конечно, территория сделана. Такие домики стоят вообще четко. Очень красиво DLC получилось в этой игре. Разрабов. И стоит, кстати, недорого. Ссылку оставлю в описании на игру. Ну, и, соответственно, на DLC тоже оставлю. Там, в принципе. Кстати, это единственная игра, которая у меня... Которая установлена у меня все DLC. Их, в принципе, не так уж и много. Там пару автобусов буквально. И вот одна карта. Даже в Евротраке у меня нет всех DLC. То есть, там у меня нет раскрасок и тюнинг. Все. Все остальное есть. В Амертраке то же самое. Раскрасок нету. И что-то еще там. А, все остальное есть. Ну, самое такое основное, как я считаю. Ну, нафиг те раскраски кому нужны. Гляньте, пассажиры так встают вообще четко просто. Так, ну, надо было, в принципе, вторую дверь открыть. Ну, да ладно. Пусть все выходят через первую дверь. Заработала 416 рублей. Прикольно. И это же нам надо как-то в гараж этот заехать, да, еще или что? И то, что у нас тут должен быть финиш. Да, то есть у нас сколько здесь? Раз, два, три, четыре и пять гаражей, соответственно. То есть, как-то так. Так, ничего интересного. Можно, кстати, проехаться по каким-то загородным дорогам, да. Это одна из загородных дорог города Мурома, типа. У него, слушайте, Далеско очень красиво получилось, как по мне. Гляньте, какая красота просто. Вообще, обалдеть просто. Очень красиво. В общем, все, ребят. Буду я, пожалуй, заканчивать. Это был обзор ДЛС и окрестностей Мурома, которая появилась буквально неделю назад для этой игры. Все ссылки я оставлю в описании, если что, под этим видео. Ну, а так, поставьте, пожалуйста, под этим видео лайк. Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить, соответственно. Всем спасибо огромное за вашу поддержку. И всем давайте счастья, дорогие удачи. И всем давайте пока. Увидимся.